Дорогие друзья, вы спрашиваете, какую я буду делать себе прививку. Я вынужден делать прививку, хотя я понимаю бессмысленность и бесполезность этой прививки для меня, но я работаю с людьми, я работаю со студентами, я должен иметь возможность общаться с коллективом, я должен ездить на выставки и так далее и тому подобное. Поэтому я буду делать прививку, но какую? Вот здесь много вопросов. Во-первых, я не буду делать российскую прививку, хотя, естественно, как гражданин России я могу это себе позволить, я могу даже съездить в Россию и ее сделать там, но, чтобы поехать в Россию, надо потратить деньги. Ну, какой смысл выкидывать денежку, когда ее, ну, скажем так, ни у кого, наверное, не сказать, чтобы много. Во-вторых, российская прививка может быть лучше других. Проблема в том, что западный мир этого признавать не будет. Во-вторых, как я уже сказал, не может быть одна фигня намного лучше или хуже другой. Это фигня и есть фигня. Фигня ноль, это и есть ноль. Главное, чтобы было менее вредное, но, опять-таки, в данном случае я буду доверять фирме Pfizer. Более того, я знаю, что, несмотря на эту AstraZeneca, которую у нас закупили, короче говоря, на каждого человека 25 миллионов наших здесь ребят, граждан Австралии, вообще жители Австралии 25 миллионов. Соответственно, у нас уже 50 миллионов этих прививок будет изготовлено и достаточно быстро в самой Австралии, AstraZeneca. Но я не буду этого делать при возможности, просто потому, что я доверяю фирме Pfizer больше. Это раз. Во-вторых, более ответственные и нужные в Австралии люди будут делать Pfizer. Из-за того, что я постоянно контактирую с людьми, политическую деятельность какую-то веду, соответственно, я в той группе, самой большой группе риска по, как вот это думает сейчас Австралийцы, соответственно, я буду пытаться сделать себе Pfizer. Я вам расскажу о последствиях, если, грубо говоря, я, видите, вот сзади написано McLeod Park, это вот где я так часто делаю видео, так что можете географическую локацию посмотреть, место расположения и, соответственно, сделать вывод, где я нахожусь, посмотреть со спутника там или откуда это делается, Google View и понять, как и что делается. Вот. Что бы я советовал вам? Я бы советовал вам, естественно, или Pfizer или AstraZeneca. Я думаю, что у вас будет больше возможности как раз делать Pfizer. Но он будет, наверное, дороже. Да и хрен с ним. Слушайте, они там стоят, ну, по-моему, 100-200 долларов-то максимум, наверное, меньше даже. Но если вы эту прививку сделаете, то у вас будет больше шансов на получение визы в Австралию или на въезд в Австралию. Опять-таки, спутник В, это, конечно, все хорошо, но я только думаю, что со спутником В сюда могут вообще-то и не пускать. И могут вообще заставить делать вторую прививку, если они так между собой, эти прививки, не ссорятся. Что тоже никто не знает толком. Я тем более не знаю. Вот. Я думаю, это все или плацебо, или какая-то фигня. Вот эти вот обычные против гриппа шот делают, эту вот прививку от гриппа. Вот такая же самая ерунда. И при этом очень многие медики мне говорили, никогда не делай прививки от гриппа. Наверное, люди были не дураки, поэтому, ну, как бы, можно было бы им следовать. Но, опять-таки, та ситуация, которая сейчас происходит, с этим коронавесием, говорит мне, что надо быть достаточно лояльным, потому что если не будешь лояльным, не будешь иметь доступа к вам, дорогие друзья. Вот я надеюсь, ответил вам на этот вопрос. А это дело совести и дело разума каждого из вас. Но боюсь, дорогие друзья, что для того, чтобы въехать в Австралию, учиться здесь и остаться здесь, надо показать свою лояльность и сделать этот шок. И, как я уже вам сказал, делайте Pfizer. Он много нам доброго и хорошего принес, судя по отзывам, многочисленных лиц мужеского, и, кстати, не только мужеского пола. Спасибо. Спасибо.